Всем привет, друзья! С вами канал Замуж в Индию и этим прекрасным ранним утром мы всей семьёй идём в школу. Сегодня у Артура открытый день, это значит, все родители приходят в школу, смотрят их работы экзаменационные, проверяют, разговаривают с учителями, вот, и, конечно же, сдают деньги за обучение. Good morning! Я вам показывала недавно этого мужчину, он зарабатывает 50 тысяч в месяц за свою работу, получает такую вот огромную для Индии сумму. Так, видите, как классно, у меня есть возможность с утра вам показать то, что я обычно вам не показывала раньше, потому что редко я в такую рань выхожу из дому. Как просыпаются собачки, вот эти вот уже ребята проснулись. Сильный ветер, парам, расскажи, что за месяц сейчас? Which month? No, I'm a charmant. Артур говорит, что кроме как за обучение нужно заплатить, нужно ещё 100 рупий за что-то. За что надо 100 рупий заплатить? Я люблю за книжки из библиотеки. Principal сказала, что вы постоянно видеоигры выиграете. И поэтому она нам говорит, чтобы читать книжки. И для этого надо 100 рупий дать за один год. Ага, за целый год. И можно пользоваться, брать книги из библиотеки. Но видеоиграми, Артур, ты не играешь вообще никогда. Единственное, что смотришь на ютубе различные ролики. Поменялось у Артура в школе руководство. И новая директриса, видите, как следит за детьми. И за их питанием следит. И за тем, как они проводят свой досуг. Чтобы не за телефонами сидели, а читали книжки. И вот ещё парам сейчас мне рассказал историю по поводу питания. Говорит, Наташа, ну зря ты так возмущалась. Говорит, действительно, вот многие подростки, даже у нас в Матеране, имеют большие проблемы из-за неправильного питания. И, мол, надо с ранних лет приучать детей есть полезную пищу. У нас нет такой проблемы. Артур всегда ест полезную еду. Единственное, что белый хлеб иногда себе может позволить. И немного сладостей. Слушайте, такая темень. Наверное, вам кажется, что я снимаю поздно вечером. Значит, только что такой ливень прошёлся. И наши зонты, наши плащи ничего не помогло. Вот у меня штаны закатаны. И всё равно они вот вверху мокрые. Хоть отжимай. Вот так вот, друзья, вы говорите. Одевайте плащики. Надеваем мы плащики. Но ничего не помогает. В июле месяце больше всего дождей. И плюс ещё дует сильный ветер. Ну, вообще опасно ходить по лесу. Может дерево упасть. Вот. И раньше в это время у него начинались каникулы. Ну, числа 10 июля так точно. Вот. Но новое руководство поменяло правила. И теперь весь июль Артур будет ходить в школу. Только в августе будут каникулы до сентября. В сентябре он опять пойдёт в школу, но опять в тот же класс. Так как начинается учебный год у нас здесь в Индии, в нашей школе, в апреле. Артур уже побежал. Сейчас я постараюсь вам показать Артуркину классную комнату. Вот в этом корпусе он занимается. Здесь несколько корпусов. Надо бежать, а то сейчас намокну. Здесь несколько классов. Так, Артуркин следующий. О-о-о, как здесь весело. Ой, боже, вы видите, они снимают сандали, бегают босиком. Немножко покажу Артуркиных одноклассников. Вот знаменитый Вайбау, Рудра, Вигнеш, Сервеш, Нишан. Посмотрите, как я помню все имена. Инная, Артурка. Артур, видите, сидит с девочкой по имени Джинал. Сорья. Так, Артур, помогай. Ну, в общем, я всех помню, но сейчас немножко растерялась. Труша, отличница. Обид, Танишка. А, Шрауни, Шрауни, О. Все, всех назвала. All present, always present today. Нет, это еще не все. Еще человек пять должно прийти. А, это нормально. Мы сейчас посмотрим работы, заплатим деньги и пойдем в тренажерный зал. Когда учительница зашла в класс, сначала все дети пели гимн. Но я не снимала на видео, потому что в этот момент даже пара мне не разрешила разговаривать. Потом она зажгла палочки о горпоте от комаров. Сейчас вот закрыла. А, хинди. Да, у хинди сейчас у Артура хорошо. Он всегда отставал раньше по хинди. Ну, очень тяжело ему давался этот предмет. А в последние разы он очень хорошо стал писать хинди. И учительница даже такая, знаете, ну, вот насколько важен имидж. И учительница даже почерк проверила. Что, мол, точно Артур сам написал. А не поверила своим глазам. Почерк. А? Марати. Марати. Марати тоже very good. Это English. English very good. Ну вот, отлично позанимались. Полные силы и энергии идем домой. Я буду готовить обед. Кстати, Бавин сегодня сам тоже будет готовить обед. У него родители уехали. Он мне говорит, Наташа, может быть, ты пойдешь ко мне домой и приготовишь, приготовишь своему названному брату вкусный обед. Я говорю, нет, извините, готовьте сами. У меня тоже полно дел. А в воскресенье Бавин поедет в Мумбаи. Я так поняла, что он планирует подстричься, но он мне рассказывает, интригует. Говорит, в понедельник вы меня не узнаете. Говорит, сейчас меня особо не снимай. Говорит, в понедельник я полностью поменяю свой имидж. Очень интересно. Окей, Бай. Это мы сейчас проходим рынок. Сейчас ничего интересного сегодня нет. Вот, а буквально пару дней назад нам с Парамом удалось купить очень ценный продукт. Я сняла тогда видео на телефон. Вот, посмотрите, как раз сейчас этот сюжет. И вот, посмотрите, женщина продает рыбу. Вы у меня часто спрашивали, едите ли вы речную рыбу. И вот это вот, ребята, весный деликатес. Пища для богатых, как я люблю говорить, да? Парам, здесь только речи люди едят, как эта рыба. Только те, кто понимают, те, кто разбираются. Но, ребята, её очень сложно чистить. Есть с ней столько возни. Ну, а есть, опять же, как говорится, нечего. И Парам реально хочет купить. Парам, I don't want. No, I don't want. Не we, а you. Окей, говорит, давай мы с тобой вместе сделаем. Я говорю, не мы, а ты. Если уж на то пошло. Хорошо, Бавин даже не задумывается о том, стоит ли покупать или нет, потому что он вегетариан. Бавин вегетариан, he not eat, да, Бавин? I not eat, and you also not eat. Да, Бавин продолжает внушать нам Парамам, что нам надо срочно становиться вегетарианцами. Мы как-то, знаете, стараемся отшучиваться. Мне как-то попалось смешное видео. Жена стоит на кухне, чистит рыбу. И написано, мол, почему у других мужья едут на рыбалку пить водку, а мой привозит кучу рыбы. И ей приходится чистить ее. Вот, друзья, ну Парам на рыбалку не ходит, но вот решил порадовать меня. Вот такой вот мелкой рыбешкой. Представьте, как ее сложно будет чистить, так она еще и вся в шелухе. Вот, вот видите, мужчина тоже подошел, хочет купить. Вот, видно, что этот человек разбирается. Знает, что такое пища для богатых. Вот, еще Парам Ширидсу покупает. О, вот еще одна подошла женщина, которая знает толк еди. И Парам, сколько тебе дают этот рыбалку? 150. 150 рупий, друзья, он заплатил. Так тут еще, я так поняла, полкило. Только в субе в море они собирают. Свежак, ребята. Только вот буквально пару часов назад была поймана. Подходят, подходят. Видите, тут уже очередь образовалась. Еще обратите внимание, девушка-рыбачка украсила свою прическу цветком. Да, Парам говорит, за полчаса она все продаст. Вот еще, вот посмотрите. Вот этот вот, кстати, реально, вот этот вот мужчина, один из самых богатых в нашем Атаране. Высокий, Нитин Савант. Так что я, ну как вы понимаете, я шучу немножечко, так знаете, с сарказмом, рассказываю об этом, но, как говорится, в каждой шутке есть доля шутки, остальное все правда. И действительно, вот я кому-то ответила в комментариях, значит, что я имею в виду, то люди... Подходят, я... I'm making video. Люди, которые побогаче, они имеют возможность выбирать, да. А, вот, смотрите, она проверяет свежесть продукта. Is it fresh? А, тут даже икра? О май гад, даже икра. Так вот, но... Тем не менее, богатые останавливаются на продуктах, на вот таких вот... Вот, 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 вот. Посмотрите, сколько людей вокруг нее собралось. Сколько людей. Мы, получается, подошли первые. Еще на тот момент очереди не было. Люди все подходят и подходят. У нее даже столько рыбы нет, чтобы хватило всем. Люди, которые понимают и разбираются в качестве продукта. А чай... А, чай... А, чай фиш. Беретестер. А? Да, да, это маленькая рыбка, очень вкусная, очень вкусная и полезная. Вы не пожалеете, друзья, покупайте. Вот, но с ней возиться, конечно, очень непросто, да, вот ее почистить и приготовить. Маси, микробонзара. Маси, микробонзара. Маси, микробонзара. Парам встретил друга, хвастается, мол, посмотри, какую я рыбу урвал. Я думаю, что я собрался. Это, я думаю, что я собрался. Ну, это друг, и до этого тоже мужчина стоял. Значит, это не Сарбай. Я думаю, многие его узнали, и до этого мужчина тоже, ну, как парама, друг. Ну, а вообще мы свернули с главной дороги и идем по рельсам для того, чтобы как можно меньше людей встретить. Чтобы, опять же, не доставали вопросами, а где ты купил, как тебе удалось, а есть ли там еще, если же у меня возможность купить, или там уже все разобрали. Вот, а так как там действительно уже, скорее всего, всю рыбу разобрали, люди, есть разные, да, есть и недоброжелатели, которые могут позавидовать, и в итоге рыба окажется невкусной. What is this fish name? И эту рыбу можно поймать только в сезон дождей, в самом начале. В Карнадо сослубин. В Карнадо тоже появляется. Только в это время эту рыбу реально поймать. Три месяца в году. То есть, есть люди, которые специально выращивают рыбу, но ценится именно такая вот, которая в природе была поймана естественным путем. Да, окей. Go make, go prepare. If you're interested, раз тебе так интересно, то, пожалуйста, готовь сам. Вот я бы им бы всю рыбу отдала. Пора. Maybe you give all for them. А дали бы всю рыбу и не мучились. Итак, где деликатес? Very delicious food. Вот эта вот рыбка. Ну, конечно, это не вся. Парам растягивает удовольствие. И, кстати, он ее полностью приготовил сам и почистил. Вот посмотрите, сколько много блюд. Это все остальное уже я наготовила для Парама. Тут и креветочки, тут и фасолька, тут и сабджи, тут и щирица, вот еще чапати, йогурт. В общем, Парам, we must buy for you это-то, тали плейт. Неудобно так. Есть специальные индийцы используют такие вот тарелки с выемками. И получается, что все вот эти вот закуски не перемешиваются. А у него как-то, ну, неэстетично выглядит. We must buy, да? We go, de martin, we buy. Не годится. Тем более для видео. Так как мы блогеры и вообще, в принципе, у любого уважающего себя индийца есть такие тарелки. Итак, смотрим, что сейчас будет делать Парам. Он купил известку. Парш-парш. Значит, это продается повсюду в Индии. Покажи Парам эту штуку. Мужчины, индийцы, используют это, когда жуют пан. Перемешивают табак с этой известью, что-то еще добавляют. Ну, сейчас как бы не об этом. Также я использовала эту известку, когда меня укусила пиявка. И она очень хорошо помогла мне остановить кровотечение. Значит, и еще оказывается, оказывается, это широкого спектра действия. Полезная вещь. И вот сейчас Парам намазал у корешка джекфрут для того, чтобы он быстрее созрел. Как это, что я впервые это вижу сейчас. Бегом-бегом схватила телефон, чтобы запечатлеть это. А как это все работает, как это действует, я не знаю. Постараюсь почитать в интернете. И если найду что-то, поделюсь с вами информацией. Что еще будешь? Все мазать? А вот это вот белое, белый сок, это латекс. Он очень липкий. И надо аккуратно, чтобы он не попал на одежду, чтобы он не попал на руки. Уже потом очень сложно будет очистить. И когда будем резать джекфрут, нужно будет руки обязательно намазать подсолнечным маслом. так латекс будет меньше прилипать. Должен быть как защитный слой между руками и этим соком. Итак, мои дорогие зрители, прошло три дня с того момента, как мы сорвали джекфрут. И сегодня вот достал долгожданный день. Ну что, Парам? What do you think about this? Как ты думаешь? Is it ready? Да, we're ready. Да, we're ready. Артур, давай, снимай пробу. Ну, что скажешь? Ммм, вкусно? Вкусно. Так я тоже, мне тоже не терпится попробовать. Вот как это выглядит в разрезе. Кстати, Парам перед тем, как разрезать фрукт, намазал руки подсолнечным маслом, чтобы их потом легко было отмыть от липкого латекса, от сока. Ну, как ремонт здесь? Лейк здесь, да? Симполь. Парам учит, как извлекать съедобные части. Это очень симполь. И внутри там находится косточка. Косточку, кстати, тоже можно есть, ее можно сварить или поджарить. Похоже на каштан. Ну, я, допустим, не в восторге от этого вкуса. Вот, мы выбрасываем. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет еще много всего интересного. субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!» Субтитры подогнал «Симон»!